Итак, из леса мы попадаем в имение, где находится очень интересный куст сорта Полина. Мы видим, что этот сорт Полина прекрасный куст. Высота его чуть больше 4 метров. И он очень хорошо развивается. Обращаю внимание, что мы заехали из сосного леса. А это место совсем недалеко от соснового леса. Это свидетельствует о том, что здесь почвы не очень плодородные. Потому что сосна растет, как правило, на песчаных и бедноватых, или бедных почвах. Несмотря на бедность почвы, достаточно большую, бедную, значит, куст этот развивается прекрасно. Как я уже сказал, выше 4 метров. Он имеет много сережек. Тоже свидетельствует о том, что ему здесь хорошо. И прекрасно он развивается. То есть условия вполне подходящие. Для этого куста. Слава, а что ты по поводу сережек можешь сказать? В этом году она еще более нарядная. Несмотря на то, что и минуса были до 30. Она нормально себя чувствует. Зелененькие почечки. Да, зеленая. Дело в том, что в общей сложности было, наверное, около 5 дней или 6 дней, когда до 30 доходил мороз в этом году. В общем, морозная зима получилась. Ждем обильных урожаев. Да, ждем. Ну, я как бы думаю, что вы не из Аполлины приехали. С домом уже готов попраздновать. Попраздновать, да. Хорошо, пойдем. Поэтому приглашаю всех в дом. Так, и вот мы и дома, да. В доме. Тепло, уютно. Так, а что это у нас за орехи, скажите, пожалуйста? Ну, это Полина, Валерий Евгеньевич. Да, мы только что смотрели куст. А теперь мы смотрим орехи с этого куста. Оно видно, что эти орехи однородные. Очень красивые. Их достаточно много. С одного куста. И это не все, которые собираются с одного куста. Вернее, с одного куста, но не все орехи. Не смотрели до этого эти орехи, а использовали в пищу. Вот орех красивый. Имеет прекрасный товарный вид. Клиент покупает глазами. Да. Так что в таком виде он как раз хорошо будет востребован. Ну, я считаю, что, в принципе, для продаж в скорлупе, это, в принципе, и правильно будет. Как продавать, так и покупать в скорлупе. Ну, наверное, все-таки... В скорлупе. Да, в скорлупе. Более подходящий, значит, вариант продажи этого ореха, это натурально продавать, значит, эти орехи. И сохранность намного лучше. Чем, значит, можно видеть, когда продают сейчас одним ядром. Такие орехи могут храниться и пять, и шесть, и десять лет, и даже больше. У Полины есть некоторые такие отдаленные свойства, схожие с сортом святковым. На это многие обращают внимание. Поэтому рядом здесь... Это святковый, да? Сорт святковый? Нет. Смотри, вот это вот по плюске сначала, чтобы было понятно, что это два разных сорта. Вот это плюске святкового, это плюске сорта Полины. Дальше я бы хотел показать... Это вот орехи сорта Светковый. Так. А это орехи сорта Полина. То есть можно посмотреть, видеть разницу. Некоторые свойства так издалека можно как бы... Да не надо. Там четыре, там четыре хватит. Так что как бы видно. Разницу видно, да. Светковый имеет характерное удлинение. Я его называю писюнчик. У Полины такого удлинения практически нет. И жутко отличается. Ну и размер, ребята. Остроконечность такая. Да, остроконечность у Полины нет. Так, и хотелось бы просто показать, наверное, не будете возражать, что оно в конечном итоге у нас по весу после сушки получилось. Четыре, шестьдесят девять. Это полностью высок шарик? Полностью. Четыре, семьдесят семь. Четыре, восемьдесят шесть. Четыре, шестьдесят один. Ну, еще несколько орехов взятой из кучки. Четыре, шестьдесят. Пять. Пять. Четыре, сорок девять. Четыре, восемьдесят четыре. Четыре, шестьдесят четыре. Можно положить. Четыре, семьдесят восемь. Четыре, шестьдесят. Ну, тенденция понятна. О, смотри. Вообще пять, шесть получается. Очень красиво. Ну, в принципе, достаточно. Очень красиво. Орех ровный, интересный. Ну, в этом году, осенью. Наверное, будут первые продажи, конечно, ограниченные, но будут первые продажи саженцев сорта Полина. Хорошо, давайте еще добавлю. Тогда, ребята, будет ссылочка в описании к этому видео. Там будет адрес электронной почты. Да, кстати говоря, хотел, вот, что это за коробочки. Это урожай восемнадцать, девятнадцатого года. Это урожай восемнадцатого года. Сорта Полина. Да, сорта Полина. Набирает цвет, как видим, да? Становится более темным. Скорлупа. И орешек становится все вкуснее и вкуснее с каждым годом. Это именно та ситуация, которую часто повторяют, что орех при правильном хранении, хороший орех, качественный, становится все вкуснее и вкуснее. Так, все, ждем вас в комментариях. Адрес электронной почты будет в описании к этому видео. Поэтому, кого заинтересовало, пишите туда. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем пока.